всем привет сегодня продолжаем делать композицию из больших цветов цветы большие значит и трубы тоже нужны большие нам понадобится 3 метра трубы диаметром 26 миллиметров и труба диаметром 20 миллиметров полтора метра и труба диаметром 16 миллиметров 1 метр специальными ножницами отрезаем большую трубу примерно пополам с помощью молотка подготавливаем сплющиваем края у трубы и склеиваем вот таким образом нам понадобится цемент в который мы будем цементировать трубы ведро диаметром 40 сантиметров высыпаем цемент и с помощью дрели и специальной насадки вмешаем раствор раствор замешан трубы упакованы даем им одни сутки для высыхания сутки прошли цемент схватился трубы крепко стоят для дальнейшей работы нам понадобится зеленая бумага тонн 562 травянистый цвет от рулона бумаги отмеряем и отрезаем 25 сантиметров полученное полотно складываем для удобства и разрезаем на небольшие отрезочки деление на бумаге равно 5 сантиметров нам нужно разрезать его пополам чтобы наши полоски были равны двум с половиной сантиметров так разрезать нужно будет все отрезанное нами полотно это для оформления стебля сначала мы начнем оформлять стебли по одному максимально опуская полоску к основанию с помощью горячего клея обвивая трубу мы ее оформляем сложно будет только поначалу чем выше вы поднимаетесь по трубе тем этот процесс значительно легче сначала предлагаю оформить все три трубы по одной и третью трубу точно также оформляем клея не наносите много на полоску иначе будет неудобно и вот три стебля у нас оформлены теперь слегка растянув полоску бумаги мы оформляем самый низ наносим клей фиксируем на трубу и первый круг проходим свободно просто обматываю по окружности а вот второй круг он будет чуть посложнее потому что нам нужно зайти в ложбинки между трубами мы наносим клей прямо на трубу немного на бумагу и с помощью ногтя или в какой-то палочки специальной мы загоняем бумагу между стеблями ну вот стебли оформлены никаких просветов белых труб не наблюдается отрезаем кончик бумаги и подклеиваем теперь можно спокойно продолжить обклеивать трубы до самого верха и если бумаги не хватит значит нужно будет подрезать еще теперь обсудим как нужно подготовить крышку в крышке мы проделываем дырку диаметром чуть меньше 16 миллиметров и в это отверстие вставляем 16 миллиметровые трубу для дальнейшей работы нам снова понадобится зеленая бумага все тот же тон от рулона бумаги отмеряем 20 сантиметров отрезаем полученное полотно сложим для удобства и разрежем на 5 равных частей по 10 сантиметров получим заготовки 20 на 10 сантиметров первое полотно сложим пополам еще раз пополам вырезаем до конца с обеих сторон полученные заготовки мы тоже разрежем пополам кончик каждого оформим в острый лепесток вернее это уже листок и немножечко растянем посередине то же самое сделаем и со следующими заготовками да и по сути со всеми нарезанными заготовками лежащими на столе в общем листьев получилось довольно много ну а теперь возвращаем наш цветок на стол и завершим его оформление зеленые листочки загибом кончика от цветка мы фиксируем на место предполагаемого чашелистика клеим по кругу в нахлёст стараясь попадать под горловину но не заходя на место завинчивания ну и соответственно на сам цветок после того как зелеными листьями оформлен чашелистик примерим крышку она должна свободно завинчиваться и отмерим трубу диаметром 16 миллиметров чтобы она удачно входила во внутрь бутона для этого мы должны в отверстие просунуть трубу и попробовать эту конструкцию навинтить на цветок отмеряем трубу от крышки 12 сантиметров и с помощью ножниц отрезаем теперь оставшимися зелеными листиками нам нужно закрыть крышку первыми листками мы посильнее поплотнее прижимаем их к стеблю чтобы крышки никаким образом не просвечивала последующие листья можно будет уже клеить более свободно чтобы чашелистик смотрелся естественней клеем по кругу внахлёст ну все чашелистик закончен теперь можно состыковать стебель диаметром 26 миллиметров и трубу на цветке диаметр которого 16 миллиметров вот так выглядит стыковка второго цветка для последующей работы нам понадобится бутон как делать бутон я показывала в первом видео когда делала сам цветок но немного повторюсь нужно сделать заготовку затем нарезать полоски длиной 6 на 25 сантиметров две штуки сложить их пополам и разрезать и с одного края у всех четырех мы вырезаем острый лепесток подготовим сам лепесток и теперь эти четыре заготовки нужно будет наклеить на самый верх клеим таким образом чтобы завитки лепестков закрывали верх основы клеим по кругу внахлёст более подробное видео как делать этот бутон есть видео о самом цветке ссылку я оставлю в описании теперь нам понадобятся лепестки размером 25 сантиметров на 6 сантиметров который мы оформим середину мы приклеиваем лепесток к нижней части затем затем на боковые стороны лепестка наносим клей и воздушно фиксируем его к основе но так чтобы сохранялся воздушный карман и таким образом клеим с четырех сторон то есть на основу на бутон уйдет всего на середину вернее бутона уйдет 4 лепестка вот собственно заготовка для бутона готова дальше как продолжить его до оформить я покажу для этого понадобится красная бумага отмеряем и отрезаем от рулона 50 сантиметров сразу оговорюсь мой бутон будет немножечко иной середины его но суть от этого не меняется полученную заготовку разрезаем пополам по 25 сантиметров получаем заготовки 50 на 25 сантиметров первую сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам разрезаем до конца с обеих сторон вырезаем острые лепестки отложим в сторону 5 лепестков немножечко подготовим верхушку слегка подкрутим кончики и растянем бутон просто растянем подготовим и оставшиеся лепестки их выгибаем точно так же как выгибали лепестки для цветка оставает оставить нужно вот такую дорожку лепесток должен сложиться лодочкой этого конечно можно не делать но так получается рельеф не все лепестки подготовлены начинаем клеить наносим клей на основание и сантиметров сантиметра 4 на низ лепестка и клеем первые лепестки слегка в натяг мы лепестками как бы должны обнять бутон лепестки клеем по кругу в нахлёст стараемся слегка натягивать у основания середина как бы должна скрыться за этими лепестками конкретно эта середина была сделана по принципу обклейки основы лепестками 16 сантиметровыми и так середина завершена середина бутона теперь мы придадим бутону более живой вид на середину лепестка нужно будет капнуть клей и сложить вот таким образом у основания затем наносим клей и фиксируем заготовки бутонов лепестки клеем по кругу стык если есть желание чтобы бутон был более раскрытым то тогда лепестков нужно будет нарезать побольше я решила что мой бутон будет полу раскрытый поэтому нарезанных лепестков мне вполне достаточно ну вот последний бутон занимает свое место ой последний лепесток занимает свое место бутон завершён остается оформить его зеленой бумагой от рулона отмеряем и отрезаем 25 сантиметров полученный полотно сложим для удобства и отрежем сначала 16 сантиметров полученную заготовку сложим пополам и на три части вырезаем сразу острые лепестки обрезки бумаг не выкидываем от рулона отмеряем 25 сантиметров отрезаем сложим пополам и на три части таким же образом вырезаем острые лепестки в итоге мы получили листья для чашелистика разного размера тонкие те что обрезки средние те что 16 сантиметров и большие листья те что 25 сантиметров сначала обработаем самые маленькие складывать нужно таким образом чтобы у них совпадали острые верхушки после этого мы их слегка подкрутим растянем посередине и при необходимости обрежем теперь таким же образом обработаем листья 25 сантиметров и листья 16 сантиметров к нашему бутону клеить будем в хаотичном порядке на ваш выбор сначала я клею самый большой лепесток затем лепесток 16 сантиметровый затем обрезок и снова большой делать лучше разную высоту и стараться не повторяться чашелистик завершён теперь займемся самой трубкой так как трубка у нас под бутон 20 миллиметров я сама скатала из плотной бумаги вклеила его в крышку и затем крышку вклеила в основании цветка в основании бутона переход от бутона к стеблю очень грубый поэтому я обрабатываю его туалетной бумагой как бы сглаживаю круги ну и само собой оформляю все это зелеными листьями ну все оформление завершилось теперь займемся листьями от рулона зеленой бумаги отмеряем 10 сантиметров и начинаем заворачивать и так уже первые два листка дальше 3 4 5 6 отрезаем полученные заготовки разрезаем с обеих сторон до конца в итоге мы должны получить 6 полотен раскладываем их по два это первый листок второй и третий первый листок это верх вырезаем заостренный кончик и слегка его подкрутим определяем середину и слегка ее растянем на первой заготовке листка и то же самое сделаем на нижней заготовке листка теперь нам нужно их соединить наносим клей на одну из половинок и приклеиваем чтобы стык был ровный одно из половинок просто подтянем складываем листочек пополам определяя середину в образовавшийся желобочек заливаем клей для дальнейшей работы нам понадобится флористическая проволока но можно использовать любой главное чтобы она была пожестче и вот сам желобочек закладываем проволоку обрабатываем край аккуратненько раскрываем и продолжаем на мой листок понадобилось две проволоки даем подсохнуть сразу не открываем иначе разойдутся они и будет некрасиво аккуратно открываем проходимся по всему листку если вдруг проволоку будет видно нужно подлить в это место клей и склеить таким же образом обрабатываем все нарезанные заготовки для листьев начинаем фиксировать листья на трубы каждой трубе будет свой листок у основания мы листком как бы обнимаем стебель и фиксируем это все клей верхней части цветка лепесток тоже можно зафиксировать на трубу если покажется что листьев недостаточно из бумаги можно вырезать еще листья причем листья могут быть не обязательно такие высокие можно использовать и просто длину бумаги в 50 сантиметров для оформления скажем листьями у основания ну вот листья на цветок наклеены и ведро в которые мы зафиксировали нужно бы дооформить для этого я использую белую матовую эмаль я не рекламирую это средство краску может быть какая угодно просто это мне понравилось при нанесении она дала эффект керамического горшка полученный горшок можно оформить по-разному сначала я попыталась сделать трафарет виде ромбик с помощью красной акриловой краски и понжечка я нанесла краску на ведро но что-то мне на самом деле это не очень понравилось показалось слишком грубо это момент когда можно пофантазировать оформляя горшок каким угодно способом я в итоге выбрала вот такой внутри горшок я тоже покрасила в белый и теперь я хочу оформить его просто травой все остатки зеленой бумаги я нарезала в абсолютно разную величину собрала все обрезки которые сейчас которыми сейчас я оформлю горшок вот собственно такой у меня травянистый коврик получился ну в общем на этом на самом деле у меня все надеюсь что видео было полезным напоминаю что это вторая часть процесс производстве цветов был видео ранее заходите на канал смотрите ну а я как всегда желаю вам удивляться самим удивлять и радовать близких всем здоровья всем удачи пока пока удачи